крутые все становятся виражи все резче становится даже ступенечки которые ведут вниз надо быть очень осторожным смотреть чаще под ноги и держаться за всякие выступы и ветки которые могут вам помочь если вы случайно начнете падать а так в принципе все вполне реально ножками ножками осторожно спускаемся вниз я думаю совсем немножко осталось за мной такая расщелина скале поток холодного воздуха так оттуда дует шикарное место там даже родничок какой-то течет водичка вот уже второе нас такой спуск не надо было спускаться по веткам по корням прыгать вниз ничего полтора метра вниз прыгнули ноги не поломали все живы все целы ручками держимся за веточки не спускаемся все хорошо аккуратно я не могу понять 1 сверились трекером трекер пишет что 900 метров остается до водопада ученцу якобы 11 минут но он писал 20 минут назад мы уже идем где-то час аспал как бы принципе тут временная какая-то яма потому что время написано одно и расстояние одно в таких местах оно чувствуется и проходит совершенно по-другому потому что всякие повороты и сгибы вверх-вниз смотришь под ноги идешь с осторожностью поэтому ничего удивительного того что такая разница между картами и реальным временем хода нету какой же красавец ты кто такой вдруг внутри осторожно тут людей много ходит все ползи началась вот такая вот дорога хвойная тропа вниз вниз и куча деревьев нужно между ними маневрировать на спуске вниз вроде есть небольшая натоптанная тропа по которой условно можно ориентироваться ну а так приходится очень часто импровизировать передвигаться как удобнее слева направо справа налево становиться туда где кому удобнее ступать чё там уже два часа идем идем ни конца ни края не видно там водопаду ученцу уже людей встретили люди спрашивают с детками а как вы сюда вообще поднимались мы говорим да нет мы только два часа спускаемся не конечно расстроились типа ну уже четыре часа поздно сейчас решили назад эти так что планируйте свое время на подъем это не настолько легкий подъем для детей нужно рассчитывать с умом подниматься по тракторской тропе ну а мы все еще продолжаем спускаться и посмотрим сколько это займет еще у нас времени если я до этого считал что мисхорская та-рактажская тропа я не та сама по для походов с детьми точнее карие искажさい тропа и мысхорская тропа это не та тропа для похода с детьми то тартаж ская тропа это явно тропа не для похода с детьми не каждой взрослый достаточно подготовленный пройдет не то что дети представьте мы вот такой наклон постоянно делаем уже наверно два с половиной часа мы идем по карте там до ученцу дойдем до водопада быстро да ничего подобного совершенно по-другому все идет большой наклон постоянные спуски вниз постоянные корни ландшафт меняется колоссально ничего идем посмотрим все-таки еще эксперимент продолжается вот центральный трубопровод природный шумит водичка не скажу для чего и зачем что-то какое-то рукотворное произведение искусство наполняет что-то водой горный четвертая метка которая здесь на дереве есть два с половиной часа дороги наши то с метками вообще беда беда практически дошли вот такое вот обрыв тут вот такая дорога круто очень сверху высоко мы идем 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 еще не спускаться вон туда люди ходят маленькие там такие большие большие высоко высоко вот туда где-то нам еще идти уже выходим на финишную прямую осталось нам совсем немножко все нам писала полчаса 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 два с половиной часа мы добираемся с плата и петри до этого ученцу вообще невероятными дорогами мой вердикт можно ли здесь ходить детьми можно но не факт что дойдете а так можно очень сложно даже подготовленному человеку здесь идти довольно таки тяжело но очень много туристических групп мы здесь видели вот она мародерство сломала все сломала будешь делать видео записано сейчас передам нужные органы да свиночек сейчас мама твоя деньги будет платить за ремонт лавочки сейчас мы дойдем туда спустимся все недолго теперь осталось